Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я хочу вас познакомить со своей повторной работой. Ту работу я снимал на мобильной, здесь как бы фотоаппаратом, ну, более чёткое изображение. Тема Александр Невский. И, как победил ледовом побоище в 1242 году. Ну, здесь я не показываю, как бы, это ледовое побоище. Я просто показываю, потому что были ещё другие войны, ну, происходили нападения на Русь, и защищал Александр Невский нашу Русь. Поэтому вот ещё здесь я показываю, добавил за Матушку Русь. В том видео нету этого. Ну, вот как бы издалека, как бы и в то же время приятно увидеть саму информацию, да? Это как плакат-картина. Но в этой картине здесь, понятная наша, как бы, сила в чём? Вера, да? Вера в Бога. Вера в правильную информацию. Поэтому Бог нам даёт правильную информацию. И поэтому мы, как носители этой энергии, идём на борьбу с теми, кто хочет нападать на нас или что-то ещё. Ну, какие-то свои интересы. И мы всегда постоим за Русью, как и здесь я взял Александра Невского щит. И меч держит на руках, но не вытаскивает. Ну, как это на защите. То есть мы Русь, мы защищаем. Церковь, как видите, более ближе я покажу. Это как бы там уже души церковь. Церковь после ухода из тела. Эта энергия собирается в одно целое. Это как... Ну, я такую тему сейчас в основном на тонкий мир информации. И поэтому война в каске, от касок там дальше идёт и переходит в души уже человеческие. Как бы, да? Войны, которые отдают свою жизнь за веру свою, становятся более сильными в духовной части. То есть, ну, порядок информации уже более сильный. И вера даёт им высокий ранг в духовной части. Но здесь как Божия мэма с Иисусом. Здесь понятно, что и как Матушка наша Русь, это всё одно целое. Ну, это Иисуса Христа. Тут флаги как учения святых. Всяким напоминанием информационным, что нужно делать тем, кто заблудился, кто не знает правильной дороги у себя в сознании. Поэтому тема в такой работе яркая работа. Так что, кто желает приобрести, можете звонить на телефон. 89-50-390-47-11. Если можете заказать, и по размеру я могу подогнать, как вам нужно. И какой величины. И, ну, в общем, по желанию мы можем договориться. Так что, вы звоните. Но тема... Сейчас у нас происходят такие изменения в нашем мире. Поэтому я как бы решил, чтобы для поддержки нашей Руси сделать эту работу. Как бы это было, чтобы... Напоминали, что были защитники, которые побеждали, кто нападал на нашу Русь. И мы были под защитой всегда духовной чистой информации. Поэтому главное соблюдать правила Господа нашего. И всё будет в порядке. Ну, я ещё раз говорю, мы все можем оступаться, да. Но, как говорится, Богу не важно, кем ты был вчера. Богу важно, кто ты сейчас. Поэтому на сторону Бога перейти можно всегда, в любое время. Всё зависит от ваших усилий и накопленной информации. Но, я ещё раз говорю, мы не разбираемся в информации. Поэтому иногда заблуждаемся в своих правилах накопленной. Тайная информация – это тоже остаётся информацией в нашем сознании. И поэтому она никуда не улетает, это всё копится. И вот поэтому заблуждаются некоторые в том, что не понимают, что информация – это копилка накопления. Ты играешь в эту информацию, у тебя она копится, она никуда не улетает, не исчезает. Она остаётся в переход в другую жизнь информации, то есть в духовной части. Ну, всем пока хорошим. Ну, я ещё раз говорю, главное – вера. Вера наша. От веры всё исходит. Человека воспитание, главное – верой, чистоты, духовность, сознание. Чтобы понимать, что не один днём, как говорится, живём, а дух продолжает жить. Поэтому для духа нужно правильную информацию. Всем пока. Хорошего настроения.